Всем привет! Вы на канале «Однако тенденция». Вот люблю я, когда всем известный персонаж вдруг неожиданно раскрывается совсем в другом ракурсе. Речь идет о Лиле Брик, музе величайшего поэта 20 века Владимира Маяковского. Я всегда полагала, что между Лилей и Маяковским все было просто. Она вдохновляла его на написание великих произведений, а после его смерти посвятила себя пиару его творчества. Но вдруг я обнаруживаю вот в этой книге, что Анна Ахматова рассказывала о том, как юный Володя так поведал ей о знакомстве с Лилей и ее сестрой Эльзой. Живу с двумя сестрами. Как же так? Ведь из официальной биографии поэта нам известно, что сначала он встречался с Эльзой, но как познакомился с Лилей, так и думать забыл обо всех остальных женщинах мира. Я бы непременно всю свою жизнь... А тут такое разухабистое. Живу с обеими. Без уважения. Принято считать, что Лиля Брик обладала какой-то магической властью над мужчинами. Прямо ни один не мог устоять. Все падали и в штабеля укладывались. Однако, хорошо ее знавший Виктор Шкловский так объяснял природу сей магической власти. Кажется, в ней не было ничего сверхъестественного. Она оказалась в нужное время, в нужном месте и с нужными навыками общения. Я наблюдал такой феномен в разных компаниях. Кто-то авторитетный из группы людей неосознанно выбирает себе предмет обожания. Начинается цепная реакция. И коллективный символ сексуальности создан. Кстати, самыми притягательными становятся вовсе не мудрые красавицы, а просто женщины с практическим умом. Причем наблюдал я это совершенно в разных компаниях. И среди интеллектуалов, и среди слесарей. Ну что ж, будем разбираться, что это была за женщина. Глава первая. Лиля. Лиля Юрьевна Брик в девичестве Коган родилась в 1891 году в очень богатой и весьма приличной семье. Ее отец был адвокатом, а мать до замужества музыкантом. У нее была младшая сестра Элла, которая выросла и прославилась как французская писательница Эльза Туриале и жена Луи Арагона. Если верить самой Лиле, поголовно все мужчины, как только видели ее, так сразу падали, штабеля укладывались, звали замуж или как минимум пытались руки на себя наложить. И если верить сестре Эльзе, Лиля была чудо как хороша. Из ее воспоминаний. У нее был большой рот с идеальными зубами и блестящая кожа, словно светящаяся изнутри. У нее была изящная грудь, округлые бедра, длинные ноги и очень маленькие кисти и стопы. Ей нечего было скрывать. Она могла бы ходить голой. Каждая частичка ее тела была достойна восхищения. Впрочем, ходить совсем голой она любила. Она была лишена стеснения. Позднее, когда она собиралась на бал, мы с мамой любили смотреть, как она одевается. Надевает нижнее белье, пристегивает шелковые чулки, обувает серебряные туфельки и облачается в лиловое платье четырехугольным вырезом. Я немела от восторга, глядя на нее. Но что я могу сказать относительно этого немого восторга? Странно это как-то. Тем более, что лично я никакой особой красоты не вижу, окромя небольшого косоглазия. В этом-то и заключается весь секрет моего очарования. Поломневозможно. Вообще, современники не считали лилию красавицей. У нее были слишком короткие руки и ноги, сутулость и непропорционально большая голова. А еще ее сильно портил нервный тик, который она заработала в подростковом возрасте, когда познакомилась с осей бриком, который изрядно потрепал ей нервы. Своими то люблю, то не люблю, то нам надо расстаться, то снова люблю. Бедоложная лилия дошла до ручки до такой степени, что пыталась поглотить цианистый калий из бутылочки, на которой были нарисованы черепы кости. Однако вместо мгновенной смерти случился просто понос. Оказывается, Лилина мама вовремя обнаружила бутылочку и подменила яд на пищевую соду. Эту офигительную историю со слов самой Лили поведал шведский биограф Бенгт Янгфельд в своей книге «Владимир Маяковский и его круг». Между тем, страдания по оси не мешали нашей героине весело проводить время. Не успевши окончить гимназию, она ошарашила свою матушку пренеприятнейшим известием. Беременна. Неизвестно от кого. Но почему же неизвестно-то? Это был ее учитель музыки Григорий Клейн, который по-быстрому лишил ее девственности на диване в гостиной, пока его сестра слопотала на кухне. Как романтично. Да уж. От последствий такой романтики пришлось избавляться с помощью подпольного врача. Но лиха беда начала. После окончания гимназии разносторонне одаренная Лиля сначала пыталась учиться математике, затем скульптуре, но это ей быстро наскучило. И она переключилась на науку страсти нежной, которую начала постигать с многочисленными юношами и даже иногда девушками. Ой, не погабствуй, не погабствуй вот тут, вот прям не здесь. Но я же это не сама придумала. Опять-таки это все сугубо с ее слов, вышеозначенной книженцей, написано. Может, она и приврала чего, откуда мне знать. Ну и ладно. В 1911 году Лиля, порядком навеселившись, выходит замуж за любимого Осю. Родители жениха пришли в ужас, что в их достопочтенную семью, поднявшуюся на контрабанде кораллов, пролезла девица, на которой клейма негде ставить, но пришлось смириться. Молодые несколько лет вели светский образ жизни богатых интеллектуалов. Путешествовали, посещали театры, вернисажи, дорогие рестораны. Развлекались и познавали жизнь, зачастую в странных местах, например, в азиатских борделях. Между тем, женское счастье Лили длилось недолго. Через пару лет Ося потерял интерес к супружеским обязанностям. Лиля стала крутить романы направо и налево, к чему ее муж только поощрял. Как-то раз они поссорились. Лиля ушла, хлопнув дверью, и вернулась под утро. Я познакомилась с двумя офицерами и провела с ними ночь. Что будем делать? Попыталась она огорошить своего благоверного. Прямо Ивану спокойно ответствовал невозмутимый Ося. Он вообще был странный, конечно. Вот именно. Я феминист. И вот в 1915 году это странное семейство Бриков познакомилось с провинциальным юношей Владимиром Маяковским. Поскольку он даже не закончил гимназию, они показались ему великими интеллектуалами, особенно Ося. А Лиля потрясла раскрепощенностью поведения и изысканными нарядами. По одной версии, Владимир безумно в нее влюбляется, а по другой спит как с ней, так и с ее сестрой Эльзой. Но потом все-таки влюбляется. Щедрый и баснословно богатый Ося оплачивает издание стихов Маяковского. И они так сильно подружились, что поселились все вместе. И так и сжили втроем до самой гибели поэта. Лиля держала себя с Маяковским, как строгая мамаша. Как-то раз он прочел ей новую поэму «Дон Жуан», которая ее взбесила. Она вспоминала. Я рассердилась. Опять про любовь. Как не надоело. Володя вырвал рукопись из кармана, разорвал клочья и пустил по Жуковской улице по ветру. Как же меня бомбануло. Любовная лирика Маяковского была великолепна, а эта бабешка лишила нас целой поэмы. Ну да ладно. С появлением в их жизни Маяковского брики стали знаменитостями в кругах богемы. Их квартира превратилась в моднянский литературный салон. Ося был очень мил с Маяковским, а вот Лиля держала любовничка в черном теле. «Страдать Володе полезно. Он помучается и напишет хорошие стихи», говаривала она. Правда, после революции она стала намного любезнее. Возможно, это связано с тем, что брики утратили свое состояние и жили на Володиной гонорары. Глава вторая. Лев. После революции Эльза с целью эмиграции быстро вышла замуж за француза Андре Триоле и сбежала. Лиля тоже хотела уехать, но как-то не сложилось. Поначалу семейству бриков Маяковских пришлось туго, но вскоре Владимир стал самым знаменитым поэтом в стране, ведь деньги полились рекой. Стало хватать не только на еду, но и на все лилины хотелки, от французского белья до автомобильчика марки Реноу для очередного любовничка. Между тем, Оси интересовали не материальные ценности, а духовные. Он умело использовал славу своего гениального друга, создав литературное объединение левый фронт искусств, сокращенно Лев, которое, благодаря участию в нем Маяковского, стало очень популярно среди московской творческой тусовки. Левовцы свалили на себя миссию борьбы с буржуазным искусством посредством выпуска вот этого вот журнала, где отрицалась ценность художественного вымысла и творческой индивидуальности. Лучше всех идеологию Лева транслировал, конечно же, Ося, например, в статье от картины к Ситцу, напечатанной во втором номере от 1924 года. Ситец такой же продукт художественной культуры, как картина, и нет оснований проводить между ними какую-то разделительную черту. Мало того, укрепляется убеждение, что картина умирает, что она неразрывно связана с формами капиталистического строя, с его культурной идеологией, что в центр творческого внимания становится теперь Ситец, что Ситец и работа на Ситец являются вершинами художественного труда. Вот. А еще левовцы намеревались бросить Пушкина с парохода современности в набежавшую волну, а вместе с ними Толстого, Достоевского и бонусом зачем-то Белинского. Вот еще одна цитата из Оси Брика. «Необходимо массовое изучение приемов поэтического ремесла, их отличия от смежных областей человеческого труда, законы их исторического развития. Пушкин не создатель школы, а только ее глава. Не будь Пушкина, Евгений Онегин все равно был бы написан, Америка была бы открыта и без Колумба». Статья «Формальный метод, 1923 год, первый номер». Какой прекрасный пример ложной аналогии. Как же это ново. Еще герои Тургенева прикалывались над подобными сбрасывателями классиков с пароходов. Да ты подумай, что ты в России поддерживаешь свои пошлые сентенции? Конечно же, нормальным людям не нравилось такое обращение с классиками. Например, нарком просвещения Луначарский негодовал по этому поводу, справедливо полагая, что нет ничего лучше на свете русской классической литературы. Как-то раз во время публичного диспута он заявил Маяковскому «Люблю тебя, моя комета, но не люблю твой длинный хвост». Под хвостом имелась в виду Бриковская шайка-лейка. А самого Брика он называл злым демоном Маяковского. Ося внушал окружающим, что лучшее, что написал Маяковский, это нигде кроме как в мысль-проме. Он вообще постоянно пытался отвлечь гениального поэта от поэзии и переключить его на рекламные лозунги. Слава тебе, Господи, не получилось. Пока Ося реформировал искусство, Лиле стало скучно, и она решила поиграться в начальниц. Из воспоминаний лефовки художницы Елизаветы Лавинской. В конце концов она заявила, что поскольку ей на лефовских собраниях делать нечего, она хочет председательствовать. Это самоназначение было воспринято некоторыми лефовцами со стыдливыми улыбками, некоторыми явно неприязненно, докатилась. Но вообще все молчали. Неудобно пойти против желания хозяйка все же. Существует такое примитивное мнение, что все мужчины Лилю боготворили, а женщины ненавидели из зависти. Но это неправда. Полно мужиков ее не выносили, и было дофига женщин ее рабски обожавших. Например, лефовские жены, с мужьями которых она спала. Таких дамочек называли подлилками. Но это не от слова подлость, а потому что они были под Лилей. Они во всем подражали своей кумирице, а еще щедро делились с Лилей своими мужьями. Правда, некоторые страдали и пытались наложить на себя руки. Например, актриса Хохлова, жена Лилиного любовника, режиссера Льва Кулешова. Узнав о ее страданиях, Лиля развеселилась. Ну что за бабушкины нравы? Современная жена должна была с ней приятельствовать и чьи распевать. Однако современной Лили Юрьевна была только когда дело касалось свободной любви, но не финансов. Вспоминает Василиса Георгиевна Шкловская Корди. Она говорила, женщину сейчас не может содержать один человек, по крайней мере надо, чтобы три человека ее содержали. Вы проститутка? Нет. А кто? Черная грязь! Отвратительная баба! Какие там карьеры, образования? Найди себе троих содержателей. Неудивительно, что муж Василисы Георгиевны, писатель Виктор Шкловский, считал, что Лили была жутко буржуазной, а заодно и недалекой. В результате такого отношения ему пришлось покинуть ряды Лефа. Как-то раз ему надоело, что во время заседания Лили позволяет себе читать нотации писателем. В своих воспоминаниях Лавинская описывает безобразную сцену. Шкловский не выдержал и крикнул ей то, что по всей вероятности думали многие. Замолчи, знай свое место, помни, что ты здесь только домашняя хозяйка. Немедленно последовал вопль Лили. Володя, выведи Шкловского! Что сделалось с Маяковским? Он стоял, опустив голову, беспомощно висели руки и вся фигура выражала стыд, унижение. Он молчал. Шкловский встал и уже тихим голосом произнес «Ты, Володечка, не беспокойся, я сам уйду и больше никогда сюда не приду». Потом Шкловский делился с друзьями. Лили на заседании говорит глупости, а я не хотел этого терпеть, вот они меня и высадили. Причем он был далеко не единственный левовец, которому надоели брики. Из левовца ушел Борис Пастернак, которому не нравилось, что Лили его при всех отчитывала. Художник Антон Лавинский как-то раз устал от оси, который вообразил себя перстом указующим и начал его поучать. Дескать, нечего молевать картинки, займитесь-ка лучше фотомонтажом. Жена Лавинского вспоминает, как он бросил оси в лицо. Хорошо тебе, только тем и занимайся, что сеешь идеи. Да тебе и делать больше нечего, живешь себе как барин на всем готовом. Деньги приносит в дом Володя, кто содержит тебя, Лилию Юрьевну и всю орду гостей. После чего Осип принял снисходительный вид, типа на дураков не обижаются. А Маяковский молча взирал на эту сцену и впоследствии не изменил своего отношения к Лавинскому, значит, чувствовал его правоту. Ой, да, что там даже любовник Лилия Лев-Кулешов как-то бросил ей в лицо. Тебя никто не любит, твои друзья левовцы терпеть тебя не могут. Вот так. А ведь поначалу все были очарованы интеллектом и образованием бриков. В отличие от того же Маяковского и большинства левовцев, Лиля и Ося, например, знали иностранные языки. Благодаря своей богатой семье Оси до революции получил блестящее образование, в то время как многие левовцы были недоучки более скромного происхождения и только благодаря большевикам получили доступ к социальному лифту. Однако, несмотря на недостаток образования, это были талантливые и умные люди. Поначалу они смотрели бриком в рот. Восхищались! Но со временем до них дошло с кем они имеют дело, ведь образование это наживное, а вот талант и ум это природные дары, которые достаются далеко не каждому. А уж когда из лев ушел сам Маяковский, это литературное объединение распалось, потому что именно его дар и харизма привлекали людей, а вовсе не очарование Лили или умствование Оси. Глава третья. Борьба с невестами Маяковского. После смерти Маяковского Лиля и разного рода подлилки старательно создавали впечатление, что она была единственной великой любовью и музой поэта. Однако, их интимные отношения к 1924 году закончились. По версии Лили это она их прекратила. Секса не будет. Однако, автор вот этой книги Владимир Дядичев читает, что это Маяковский положил конец их роману. Секса не будет. И я с этим согласна, ибо известно, что поэту нравились молоденькие девушки лет 20-22. А Лили уже разменяла четвертый десяток и порядком постарела. Лидия Чуковская в своей книге «Записки об Анне Ахматовой» приводит такие вот слова великой поэтессы. «Я ее видела впервые в театре на продавцах славы, когда ей было едва 30 лет. Лицо не свежее, волосы крашеные и на истасканном лице наглые глаза». Неудивительно, что Маяковский утратил к ней интерес как к женщине. Однако, он продолжал жить в одной квартире с бриками и содержать их. При этом, он уже искал девушку для серьезных отношений. А Лили меняла любовников как перчатки к радости Оси, которого это все забавляло. «Это так все забавно. Я получаю большое удовольствие». Но если Маяковский увлекался какой-нибудь барышней, это уже переставало быть забавным. Лиля очень боялась, что Маяковский уйдет от них и пыталась внушить ему, что он далеко не красавец и женщина обращает на него внимание исключительно из-за его популярности. Но это мало помогало. В него влюблялись самые прекрасные девицы. И не только потому, что он был знаменитый на всю страну поэт. В 1925 году во время поездки в США он знакомится с русской эмигранткой Элли Джонс первоначальное имя Елизавета Петровна Зиберт. И между ними разгорелся страстный роман. По возвращению в СССР он ничего не рассказал Бриком про это знакомство. Это несмотря на то, но тут не промолвил ни словечко. А все потому, что Элли забеременела. А ребенок это уже серьезно. И он не хотел таким делиться со своим странным семейством. 1926 год принес Бриком опасения относительно их кормильца. Лилечка, кажется, наш Володя хочет семью гнездо и выводок, озаботился Ося. Маяковский влюбился в юную Наталью Брюхоненко. Из воспоминаний Елизаветы Лавинской. Лефовские жены говорили, Володя хочет жениться на Наташе Брюхоненко. Это ужасно для Лилечки. На самом деле Лиля ходила расстроенная, злая. Ко мне в то время она заходила довольно часто. И тема для разговора была одна Маяковский Брюхоненко. Она говорила, что он по существу ей не нужен. Он всегда невероятно скучен, исключая время, когда читает стихи. Но я не могу допустить, чтобы Володя ушел в какой-то другой дом. Да ему самому это не нужно. Конец цитаты. В общем, Лиля залилась и рыдала. Заблакала я от злой. Когда Маяковский с Наташей уехали отдыхать в Крым, Лиля начала действовать. 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 Она отправляет поэту письмо, где были такие строки. Несамысловатая манипуляция сработала. Ответная телеграмма Маяковского заканчивалась так. Целую мою единственную кисячью осячью семью. Вскоре Наталья сама поняла, в какую двусмысленную ситуацию попала и рассталась с Маяковским, поскольку не захотела соперничать с кисячей осячьей семьей. Киса и Ося здесь были. В 1928 году Маяковский тайно встречается во Франции со своей американской возлюбленной Элли Джонс и их общей дочкой. У Лили сработало чутье, не то женское, не то финансовое. Она заподозрила неладное и незамедлительно попросила свою сестру Эльзу, которая проживала в Париже, помочь. Эльза подсуетилась и подстроила знакомство Маяковского с невероятно красивой 22-летней манекенщицей Татьяной Яковлевой. Хитрые сестрички рассчитывали, что она слишком молода, глупа и не сможет вызвать у Владимира глубокое чувство. Это не серьезно. Оказалось, что очень даже серьезно. Вернувшись в Москву, Маяковский только говорил, что о прекрасной Татьяне и писал ей стихи. Лиля маленько поистерила и побила посуду, но быстро взяв себя в руки, решила пойти по проторенному пути и подсунуть своему подопечному новую барышню. Выбор пал на молоденькую и хорошенькую актрису Веронику Полонскую. Брике решили, что это отличный вариант, ведь она была замужем, а значит не угрожала кисячей осячей семье. И вновь Лиля с Оси просчитались. Маяковский уже давно жаждал зажить подыскивать себе квартиру, чтобы разъехаться с Бриками и постоянно давил на Веронику, чтобы она ушла от мужа. И его возлюбленная была уже согласна, как вдруг произошло ужасное. Маяковский решил уйти из жизни. Он оставил записку правительству, в которой объявил своими наследниками не только мать сестеры Бриков, но к возмущению Лили и Веронику Полонскую. Лизавета Лавинская вспоминает, как Лиля злилась. Я покажу этой наследницей, я ее отчитаю. Но, поразмыслив, она поступила по-умному, подошла к наследнице на мягких лапках. Для начала настоятельно посоветовала ей не приходить на похороны. Дескать, родным Маяковского будет неприятно, ведь именно ее они винят в гибели поэта. А после похорон Полонскую ожидал сюрприз. Позже она вспоминала, Лилия Юрьевна сказала, что советует мне отказаться от своих прав. Она сказала такую фразу, как же вы можете получать наследство, если вы для всех отказались от Володи тем, что не были на похоронах. А еще Лилия Юрьевна прозрачно намекала Полонской, что правительство не желает ее видеть среди наследников Маяковского. После этого Вероника осознала, что нафига ей нужны отчисления от гонораров знаменитого поэта. Не жила хорошо, нечего и начинать. И до конца жизни она высказывалась о Лиле крайне положительно. А с Лилией Юрьевной потом у вас как складывались отношения? Очень хорошие. Она вообще боятельный человек была. Да, очень. хорошая и бывала у них все довольно много. Так она всегда. Такое ощущение, что Полонская догадывалась, что с этой дамой связываться с себе дороже. Глава четвертая «Щикисты». Опасалась Лилю не только Вероника Полонская, но и американская дочь Маяковского Хелен Патриция Томпсон. Держите отрывок ее интервью к комсомольской правде. Вопрос журналиста. Но ваш отец, он же оставил вашу маму. Ответ. О, это другая история. Маяковский понимал, что со мной и мамой может что-то случиться, если в Москве про нас узнают. Вопрос. Вы о том, что Лили Брик, долгая любовь поэта, была агентом НКВД? Ответ. Это всем известно. Мама все время боялась, что Лили Брик или ее агенты смогут найти нас. И т.д. Это, конечно, похоже на мигрантские страшилки, на тему злой КГБ всех убьет и съест. Но про связи Лили Брик с чекистами наши мигранты были в курсе. Например, писатель-эмигрант Роман Гуль в своей книге «Я унес Россию» поведал следующее. Кто только не побывал в Доме искусств, читал свои стихи и Владимир Маяковский, приехавший в Берлин на побывку с Лили Брик. Впрочем, эта дама высшего коммуна чекистского света в Доме искусств не появилась, было бы чересчур. Если уж до заграницы дошли слухи о подминтованности Лили, то в родном отечестве народ тем более был в курсе. Например, изрядно осведомленная Ахматова неплохо ее припечатала. Искусство отменено, оставлен салон Бриков, карты, бильярд, чекисты, Агранов и многие другие. А вот поэт Алексей Крученых рассказывает вообще какую-то жуть. Якобы во времена НЭПа хитрая семейка Бриков, зная, кого из бизнесменов вскоре арестуют, приходила и уговаривала отдать им ценности на временное хранение, а потом тех самых НЭП-манов больше никто не видел. Ну что ж поделать, раз в архивы, в ЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ, ФСБ меня не пущают, приходится основывать свой рассказ на разного рода сплетнях и слухах. Впрочем, они же не на пустом месте возникают. Оси действительно в начале 20-х работал в ЧК. Сначала юрист-консультом, а потом следователем. Про это все знали, потому что Лиля любила троллить этим гостей. Подождите, будем ужинать, как только Оси вернется из ЧК, чем страшно пугало впечатлительных юношей, например, Пастернака. Ну точно, чекистов ты боишься почему-то. Чекисты там прекрасные будут дальше. С такими хорем вообще. Но самый прикол был в том, что и Лилечка работала на чекистов. Более того, судя по номеру ее удостоверения, ее в ЧК взяли раньше, чем Оси. Ее номер был 15-0-73, а Осин 24-5-41. Это нам известно со слов публициста Валентина Скорятина, который утверждает, что в 90-е ему удалось проникнуть в архивы НКВД. Газбезопасность всегда держала под клопаком творческую интеллигенцию, а Брике организовали у себя на квартире литературный салон, куда стекали звезды столичной богемы, желающей быть в одной тусовке с Маяковским. За всегда тайм этой тусовки был один из Лилиных любовников, винный чекист Яков Агранов, которого Лиля по-свойски называла Яней. Профессиональные обязанности Яни заключались в присмотре за творческой братьей. В 1934 году его назначили первым заместителем наркома внутренних дел Ягоды. Именно Яня, кстати, выписал ордер на арест Мандельштама. Агранов просто дневал и ночевал у Бриков. Например, когда Лиля вела переговоры с Полонской относительно наследства, он находился в соседней комнате. Умная Полонская благоразумно решила не выступать перед Лилей. Следовала при ней помолчать. Известно, что всю свою жизнь Лиля беспрепятственно ездила на Запад. Особенно часто она бывала во Франции, где через свою сестру Эльзу Туриале и ее мужа Лаэрагона наладила связи СССР с французской коммунистической партией. Кстати, Федор Азаков, исследователь, специализирующийся на биографиях разного рода интересных личностей, утверждает, что не только Брике, но и Эльза с Арагоном были агентами советских спецслужб. В конце 70-х американские биографы Энн и Самуэль Чартер собирали материалы для книги о Маяковском и общались в Москве с людьми из его тусовки. И переводчица Рита Райт поведала, что Лиля пыталась завербовать ее в органы для работы за границей среди наших белоэмигрантов, о чем Чартеры и написали вот в этой книге. После гибели Маяковского его произведения не особо печатали, что существенно сказывалось на состоянии его наследников. Его родные не переживали, потому что привыкли работать и зарабатывать, а Лиля написала письмо товарищу Сталину. Вряд ли это была ее идея. Это он ей подсказал. Правильно. Наверняка это умный чекист Агранов посоветовал. Сталин прочитал письмо и велел Ежову навести порядок, после чего Маяковского стали активно издавать. Однако какая везучая женщина Лиля Брик. Вы попробуйте обратиться к главе государства с просьбой «Какие шансы, что вам пойдут навстречу? Особенно, если вы не министр какой, а домохозяйка». Удивительная везучесть. И при живом муже, а на тот момент это был уже не Ося, а военно-начальник Виталий Примаков, она получила статус Давы Маяковского. Кстати, к концу тридцатых расстреляли и Ежова, и Агранова, и Примакова, только Лилю не тронули, хотя она и была женой врага народа. Не посадили, не сослали и не лишили громадных отчислений от изданий трудов Маяковского. Поди ж ты, опять повезло. С таким счастьем и на свободе. Вообще-то я спокойно отношусь к спецслужбам, они есть у всех стран, кроме самых задрипанных. Однако, одно дело служить верой и правдой, а другое с помощью своих чекистских связей мутить какие-то делишки. Глава пятая. Истинное отношение к Маяковскому. Американский словист Карл Профер в книге «Без купюр», описывая свою встречу с Лили Брид, заявил, что она постоянно повторяла. Знаете, он меня действительно любил, но ни разу не сказала о взаимности. Было ощущение, что эта женщина никого не любила. У меня-то уже возникло нехорошее ощущение, когда я прочитала, что она написала в своем дневнике о гибели Маяковского. Володик доказал мне, какой чудовищный эгоизм застрелиться. Для себя-то это, конечно, проще всего. Но ведь я бы все на свете сделала для Оси. И Володя должен был не стреляться для меня и Оси. В самом деле, сначала без Володика пришлось туго, потому что он не только содержал кисячую-осячую семью, но и решал все бытовые проблемы. Но со временем Бриде наловчились сделать из Маяковского профессию. И дело пошло на лад. Лидия Гинсбург вот в этой книге приводит свой разговор с Виктором Шкловским. Прошлогодний разговор со Шкловским. Шкловский, почему вы не были у Брика? Я, потому что мне кажется, что в этом доме лежит покойник. Шкловский, нет, в этом доме торгуют трупом. Жестко, но спорить не буду, им виднее. Многие годы биография Маяковского была монополизирована Бридгами и их подпевалами. Советским людям транслировалось, что он был талантливым самородком, которого вырастил Ося. Лиле хватало наглости заявлять, что даже темы для штихов Маяковскому давал Ося. И снова из воспоминаний художницы Лавинской. Вообще-то Лилия Юрьевна была не особенно высокого мнения о Маяковском. Разве можно, говорила она, сравнивать Володю с Осей? Осин ум, оценит будущее поколение. О Маяковском она взывалась так. Какая разница между Володей и извозчиком? Один управляет лошадью, другой рифмой. Про Ося современники говорили, что у него была очень ехидненькая манера общения. Никогда не поймешь, то ли он серьезно говорит, то ли прикалывается. Это что ли вечное подъелдыкивание Лили принимала за гениальность? Вы такой молодой и уже гений. Ну, как это можно? Это прелестное мнение не разделял, например, литературу ветакадемик Вячеслав Всеволодович Иванов. В своей статье о романе Якобсоне он писал Якобсон о Брике неизменно отзывался как о гении, что не переставало меня удивлять. Чтобы удостовериться в степени обоснованности этой оценки, я позднее взял у Лилии Юрьевны все, что у нее было из его рукописных ненапечатанных работ и лекций. Следов гениальности не нашел. Согласно с товарищем Ивановым, я уже приводила в пример Осиной стадии о Ситце и Пушкине. Действительно, гениальностью там и не пахнет. Говорят, что Ося щедро сыпла разными оригинальными идеями. Однако Елизавета Лавинская подозревала, что черпал он их главным образом из иностранных журналов. В последней попытке обнаружить следы гениальности я познакомилась с художественным произведением авторства Оси под названием «Не попутчица». Эту безбожную графомань вы можете найти в журнале «Лев номер один» за 1923 год. Ее основная тема «Проблемы свободной любви среди большевиков и нэпманов». Вишенкой на торте в характеристике отношений Лили к Маяковскому являются слова Шкловского. Лили его ненавидела за то, что он дворянин, что он мужик и за то, что гениальный человек он, а не Ося. Глава шестая. Происки врагов. После смерти товарища Сталина обстановочка вокруг Лилибрик начала нагнетаться. До начала Хрущев лишил ее прав на гонорары от изданий трудов Маяковского. Огорченная сокращением денежных потоков, она решает напомнить о себе. Совершенно не понимая, что времена изменились, Лилия Юрьевна публикует свои воспоминания и переписку с Маяковским, тем самым вызвав отвращение у людей, не относившихся к ее подобострастной тусовке. Разразился скандал. Времена свободной и любви давно прошли. Истории о жизни втроем в кисячь-осячьей семье не вызывали восторга в широких слоях населения. Скандальные издания в итоге обсуждали аж в ЦК партии и виновный редактор Илья Зильберштейн чуть не полетел с должности. Дальше больше. В 1937 году Лилия открыла музей Маяковского на квартире, где они жили втроем. Но в конце 60-х активизировались люди, желающие отогнать Бриковскую компанию от кормушки под названием «Наследие великого пролетарского поэта». Они решили, что негоже музей Маяковского находиться в гнезде разврата и стали бороться за его перенос в приличное место. Сестра Маяковского Людмила Владимировна развернула компанию против Лили Брик и нашла горячую поддержку в лице самого Суслова, члена политбюро секретаря ЦК КПСС. В свое отношение к Лиле она выразила в своем письме в ЦК КПСС, где были такие строки «Брики антисоциальное явление в общественной жизни и быту и могут служить только разлагающим примером способствовать антисоветской пропаганде в широком плане за рубежом». Кстати, о за рубеже. Лили не стала сидеть сложа руки, она подключила к своей защите мужа сестры Луэра Гона. 5 мая 1959 года в ЦК КПСС поступил доклад от председателя Госкомитета по культурным связям с зарубежными странами при Совете Министров СССР товарища Жукова. Привожу сей документ в сильно сокращенном виде. 4 мая в беседе со мной Луэр Агонов в нервной и раздражительной форме поставил вопрос о публикующихся в советской печати критических статьях по поводу сборника «Литературное наследство», посвященных памяти Маяковского. Арагон сказал, что он не согласен с точки зрения, согласно которой публикация частных писем Маяковского является ошибкой, поскольку такие письма проливают дополнительный свет на образ поэта. По ходу беседы чувствовалось, что определенные круги, толкнувшие Арагона на эту беседу, старательно инспирировали его. Придя в возбужденное состояние, Арагон заговорил о том, что есть граница всему, и что он не сможет остаться нейтральным, если буржуазная пресса подхватит историю со сборником литературное наследство и сделает из нее второе дело Пастернака. Поскольку Луир Арагон был не только известным писателем, но и видным деятелем коммунистической партии Франции, Суслов несколько пригасил напых ливиных недоброжелателей. Но времена были уже не те, чтобы всем рот затыкать. Например, журналист Колосков вытащил на свет Божий вот такие вот воспоминания домработницы Маяковского и Бриков. При мне сколько у нее любовников было. Это были одни переживания, одни слезы. Как он бедный там жил, как выносил такое отношение. Лиля всегда заботилась об Осипе, чтобы у него белье было и прочее. Она Маяковского никогда не обращала внимания, а он ей деньги всегда давал. Она еще с постели не встала, а он ей деньги подает в спальню, а она на такси катается и мужиков покупает. Машину Кулешову на деньги Маяковского купила и т.д. Простая женщина, а суть уловила. Нам деньги сами теперь нужны для экономической сексуальной и творческой жизни вдвоем. Между тем в 1968 году Колосков совместно с сестрой Маяковского выпустили сборник «Маяковские воспоминаниях родных и друзей», который, помимо прочего, содержал и неоднократно упомянутый мною рассказ художницы Елизаветы Лавинской, которая всю правду матку выложила про то, как Брике в 1920-е годы внедряли идеалы свободной любви, побочным эффектом чего были сломанные судьбы, венерические болезни и никому не нужные дети. После выхода этой книги Лили Брик и ее адепты стали распространять слухи, что Лавинская это городская сумасшедшая, которую науськала сестра Маяковского. Больной человек, шизоид, посмотрите, любой психиатр скажет, сумасшедший. Но если вы сами почитаете воспоминания Лавинской, то поймете, что никаким сумасшествием там и не пахнет. Вообще, если верить Лили, все ее критики были какими-то жалкими ничтожествами. Например, был такой Павел Ильич Лавут, который в 1920-е годы занимался организацией выступлений Маяковского. Этот человек достаточно хорошо знал Бриков и про Лилю высказывался так. Брик была пустой и легкомысленной особой, любящей славу, блестящее окружение, деньги, легкую жизнь. Если Маяковский получал, скажем, тысячу рублей, то сто он брал себе, а девятьсот отдавал им. Автомобилем она пользовалась как своим. Маяковскому ведь ничего не надо было, у него ничего не было. И про этого товарища Лиля начала рассказывать своим знакомым, что он был каким-то чмошником, которого они и на порог не пускали. Вот не дай же бог такой дамочке дорог перейти, не отмоешься потом. Справедливости ради, помимо ужасной правды, про нее рассказывали и всякие бредни. Например, что она в сговоре с Аграновым убили Маяковского. Это абсурдно. Это абсурдно. Абсурд. Доходят до абсурда. Абсурда? Абсурда? Короче, надоели ей эти нападки до такой степени, что во время очередного визита во Францию, нанюхавшись воздуха свободой, она наебеничала там журналистам, что ее обижают, потому что в СССР страшный антисемитизм. За такие вольности в те времена нехило прилетала, но Лили Юрьевна эта выходка сошла с рук. Опять-таки редкое везение. Глава седьмая и последняя. Старость. Несмотря на проськи недоброжелателей, Лили Брик прекрасно прожила свою жизнь, купаясь в лучах славы и до самой смерти была хозяйкой литературного салона для столичной богемы. Туда захаживали различные творческие личности с легким налетом оппозиционности к властям в виде фиги в кармане. Лиля была старушка веселая и даже иногда троллила своих гостей. Например, поэт Андрей Вознесенский утверждал, что она ему как-то поведала. «Я любила заниматься любовью с осей. Мы тогда запирали Володю на кухне. Он рвался, хотел к нам, царапался в дверь и плакал». Вознесенского мгновенно объявили лжецом. Как он мог такой придумать ахальник? Ему тут же ткнули в нос с тем, что в 1920-е московские кухни вообще не запирались. А я вот думаю, что он не врал, а ламповую историю про запертого Маяковского сочинила сама Лиля Юрьевна, чтобы поржать. Она вообще любила шокировать молодых людей рассказами о своей лихой молодости. Одним из пострадавших от ее откровений был болгарский писатель Любомир Левчев. Держите отрывок из его книги. А разве Осип Бритт не догадывался о ваших отношениях с Маяковским? Я почувствовал, что краснею от собственной наглости. Но Лиля Юрьевна рассмеялась в тембре Эдит Пиаф, как будто этот вопрос доставил ей удовольствие. Молодой человек, вы сейчас много болтаете о сексуальной революции, а мы тогда были настоящими сексуальными революционерами. Мы жили интимной коммунной. Потом она подарила мне несколько фотографий с ее автографом. На одной из них, где она сидит вместе с чекистом Бриком и футуристом Маяковским, Лиля Юрьевна начертала на память о нашей дружной семье. Имеется в виду вот это фото, вот с этой надписью наобороте. Помимо фривольных рассказов, Лиля поражала окружающих своим внешним видом. французские наряды, макияж в духе Марфушеньки из Морозка и бонусом крашеные рыжие волосы, заплетенные в косичку с бантиком, как у первоклашки. Это ужасно похоже на вызов. Это похоже на желание постоянно быть в центре внимания. И это ей удавалось. О том, как окружающие фитивали при виде старушки Брик, хорошо написано в книге «Театральные люди». Автор Сергей Николаевич описывает явления народу, Лили и ее последнего мужа Катаняна. Однажды я стоял в очереди в кассу гастронома Украина, когда Катанян пришел с Лилией, заботливо посадил ее на мраморный подоконник, а сам пошел пробивать цирки и кефир. Вся очередь растерянно замерла при виде старухи, словно явившейся в гриме и костюме из оперы «Пиковая дама». Лилия сделала вид, что не замечает этих взглядов. Уставившись в одну точку, она что-то тихо насвистывала, покачивая ногой в черном лаковом сапоге. Когда Катанян вернулся, голосом маленькой девочки потребовала себе сырок в шоколадной глазури и, развернув его хищными пальцами салом-маникюром, стала быстро-быстро уплетать, словно белочка, орехи. Вся очередь смотрела, как жует Лилия Брик. Из-за этой стрелялся Маяковский. Кто-то тихо произнес за спиной, и я буквально кожей почувствовал ожог ненависти. Ох, эту народную ненависть Лилия прекрасно чувствовала, поэтому завещала после смерти себя кремировать, боялась, что будут приходить на ее могилу с целью надругаться. Вот такая была женщина легенда. Не для денег родившийся футурист Владимир Маяковский.